Уверяется надежность всех тех многочисленных разных механизмов обеспечения безопасности, которые Россия вместе с партнерами строила в последние годы. Сейчас, в том кризисе, который мы переживаем в эту минуту, в эти месяцы, имеет значение то, что Россия провела эффективную военную операцию в Сирии. И у нас, к счастью, есть многие плоды этого с точки зрения обеспечения нашей безопасности. Здесь, на мой взгляд, очень важно отметить тот вклад, который сделала эта операция Армения. Такое же значение, большее значение имеет УДКБ, потому что УДКБ, как инструмент сдерживания, как инструмент сигнализирования нашей решенности защищать безопасность друг друга, имеет очень большое значение с точки зрения обеспечения безопасности и в Центральной Азии, и на Южном Тарказе. И, на самом деле, в Восточной Европе, потому что еще одна благодарность, которую здесь сегодня необходимо высказать, это благодарность Белоруссии, которая оказывает нам неоценимую помощь в той операции, которую Россия, к сожалению, была вынуждена начать. И кризис в Казахстане в январе этого года показал, что ДКБ – это действенная организация, организация, которая способна на решительные практические шаги. И эти шаги оказываются весьма и весьма эффективны. Это тоже, если угодно, та инвестиция в безопасность, которую мы сделали раньше, и которая сейчас принесла свои плоды. Об организации договора коллективной безопасности часто говорят, особенно наши западные коллеги-международники, как о колесе без обода. То есть есть некий центр, ступица, в котором расходятся спицы или лучи. То есть ДКБ многим видится, как такая совокупность региональных повесток, которые между собой слабо связаны. Я думаю, что это все-таки неправильная оценка, и то, что мы обсуждаем вопросы, связанные с развитием ДКБ в этой аудитории и в таком составе, мы можем очень хорошо говорить, что на самом деле у нас есть общая повестка, у нас есть то, что нас связывает. И, конечно, при том, что региональные повестки существуют, и они очень важны. Я думаю, что часто природа вызовов и угроз, с которыми мы сталкиваемся, на самом деле общая во всем том пространстве, которое принадлежит в сфере ответственности ДКБ. Это вызовы, связанные с попытками построить однополярные метки, не считаясь ни с какими издержками, ни чужими, ни, как выясняется в последнем месте, своими тоже. Это силы хаоса, которые были представлены в Сирии, которые были представлены в Казахстане, которые были представлены сейчас в Украине, в разных степени, конечно. Но в любом случае это те силы, которые видят свои политические преимущества и пытаются извлечь политические преимущества из хаоса. И наша задача, задача стран, членов ДКБ, заключается в том, чтобы поддерживать в сфере нашей ответственности государственный порядок. Естественно, разные государства, но у нас есть эта общая ценность государственного порядка, законность, политическая стабильность. И в этом отношении у нас есть очень большая именно общая повестка, которая не исчерпывается повестками региональными. И, наконец, я, хотя и человек, в первую очередь, академический, я хотел бы выступить с одним практическим предложением, а именно, на мой взгляд, организации договора коллективной безопасности сейчас не хватает публично-дикламатических инструментов, публично-дикламатических усилий. Именно для того, чтобы мы чувствовали, лучше понимали, лучше понимали, как региональные повестки безопасности, как и нашу общую повестку безопасности. Чтобы вопросы безопасности в рамках ДКБ были не только предметом обсуждения профессионалов, и нам рассказали о том, как идет, как интенсивная деятельность работы, но чтобы они были предметами обсуждения на уровне общественности, на уровне специалистов, международным отношениям, политических экспертов, журналистов и так далее. Мне кажется, что сейчас этого очень не хватает, и я надеюсь, что в ближайшие годы эта задача будет решаться. Как представитель НГИМО, я хотел бы подчеркнуть, что мы, со своей стороны, готовы участвовать и будем с радостью в работе в этом направлении. Большое спасибо.